Держи, где дым идет, где дым, вот так держи, так держи. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, уничтоживший реактор 4-го энергоблока. Радиация распространилась на 200 тысяч квадратных километров. Количество пострадавших от катастрофы насчитывает 5 миллионов человек. На борьбу с разрушительной энергией было мобилизовано 600 тысяч ликвидаторов. В запретную зону выехали и сочинцы. Валерий Викторович Майер – один из тех, кто сразу прибыл в Припять. Он был командиром пожарной роты, очищающей спецпоезд, который единственной в стране перевозил к реакторам топлива. Каждый раз, приходя с цветами к памятнику «Рыжий лист», Валерий Викторович вспоминает ушедших товарищей и всех, кто отдал жизнь в борьбе с радиацией. Подвиг совершили 900 сочинцев. Спустя 30 лет в живых осталось чуть больше 600 человек. Из 900 участников ликвидации аварии, что проживали в городе Сочи, были призваны сочинским военкоматом, сегодня практически 350 человек ушло. Я преклоняюсь перед ребятами, их подвигом, потому что, когда я выстроил солдат, я сказал, что кому-то надо будет забраться на этот бронепоезд, так называемый, и рукавом поливать пеной этот поезд, чтобы его очистить. Вышли все из строя. Понимаете, из 18 никто не остался. Они понимали эту задачу. Огромный саркофаг, закрывший кипящий котел, был поставлен за полгода – с мая по декабрь 1986 года. Шахтеров привезли летом, это было июль-август месяц. При мне это все происходило, и они бедные лопатами выгребали грунт под реактором, для того, чтобы толщиной более трех метров залить бетон. Они все умерли. Их нет в живых. Они получили такую дозу радиации. А те вертолетчики, которые летали и забрасывали жерло этого вулкана, песок, глину, свинец, другие какие-то компоненты, чтобы вот так накрыть этот дышащий вулкан, 2000 градусов. Кипело и колкотало сотни тонн раскаленной массы. Это все плавилось и опускалось сниз. Поэтому вот если бы дошло до водоносных слоев, песков, рвануло бы так, что ой-ой-ой. О том, как мужественно и не жалея себя, справлялись с радиоактивным пламенем шахтеры и так называемые аисты, которые сбрасывали графит с крыши в реактор, и многие другие борцы с огнем и радиацией – все это Валерий Майер рассказывает в книге. Работу над нею начал в январе этого года, хотя выйти в свет историческое издание могло и несколько лет назад. Были выделены даже средства на печать, но их украли. Собрав деньги, Валерий Викторович уже в ближайшие дни отдаст черновой вариант в типографию. Выпустить 500 экземпляров планируется к 26 апреля. В честь юбилея памятные подарки чернобыльцам подготовил и глава города Анатолий Пахомов. Он заложил деньги. Это 250 тысяч рублей для того, чтобы изготовить прекрасную память. Вот такая вот награда ожидает каждого чернобыльца. Ни в одном городе страны это не сделано. Спасибо Анатолию Николаевичу, спасибо за понимание. Множество из ликвидаторов стали инвалидами. Они нуждаются в поддержке, внимании и лечении. И сочинские герои отмечают, они всегда могут обратиться за помощью к мэру, и она будет оказана в кратчайшие сроки. Решаются и вопросы с сертификатами на жилье. Ну а 26 апреля больше 200 чернобыльцев вновь соберутся вместе в Комсомольском сквере у обелиска «Рыжий лист». Почтят память погибших и возложат цветы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.